Друзья, здравствуйте. Это программа «Аргумент», YouTube-канал «Униан». Я Тала Калатай, сегодня у меня в гостях Борис Тизенгаузен, известный политтехнолог. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Тала. Борис, давайте начнем еще с такого актуального, и не только в украинских широтах, но и на России. Это визит Путина на оккупированные украинские территории, даже в России обсуждают это и смеются над этим. Двойник, тройник одновременно в нескольких местах побывал. Что это было? Зачем это, например, премьер-министр Литвы заметила, что это был какой-то сплей Зеленского, повторюха-муха такая оказался Путин. Что это было по-вашему? Ну, по-моему, Путин решает, ну или технологи, которые ему советуют, решают несколько задач. Ну, во-первых, показывает, просто в последнее время все больше новостей появляется о, наоборот, о закрытии Путина. Вот он ездит на бронепоезде, уже пересел несколько этих поездов. Он окружил свои резиденции системами ПВО. Ну, в общем, расследование про бункеры. И все это подливает, как говорится, масло в огонь к теме, что Путин закрывается, боится, страшится. Он и на публике, когда ведет себя, есть моменты, которые скрыть невозможно. Вот расстояние, на котором сидят люди из его ближайшего окружения. Слив информации о том, что неоднократный, причем о том, что им приходится проходить режим самоизоляции перед встречей с Путиным. То есть вот это все, оно как-то не сильно укладывается в образ такого сильного, мощного лидера с железной рукой, который ничего не боится и может показать всему Западу. Поэтому Путин и его технологи решили, вот я могу ночью или в любое время прилетать на оккупированные территории, я ничего не боюсь. Естественно, в то, что это не настоящий, не тот самый Путин, не верят даже в Россию. Ну потому что, извините, когда заставляют ближайшее окружение сидеть на самоизоляции, а тут он приезжает и с генералами, ручкается, которые ни на какой самоизоляции не находятся. Плюс, понимаем прекрасно, что Путин, ну давайте так, он даже в России, в центре России, там меры безопасности намного серьезнее, чем, вот я видел отрывки из этого сюжета, когда стоит там пара микроавтобусов, каких-то пара джипов, может даже и не бронированных. В общем, это какой-то сюр, потому что закрывают целые города в России, давайте прямо скажем. Людям запрещают в окна смотреть, там на крышах снайперы, везде спецпроезд, это вот когда настоящий Путин. А тут какая-то прям вот такая история, поэтому я не верю, что это настоящий Путин. Но какие задачи решают? Решают задачи, что все под контролем. Вот это главная задача, показать, что на оккупированных территориях все под контролем, Путин приехал, всем успокоится. Но, по-моему, эффект как бы обратный происходит. Решают задачу для тех коллаборантов, я говорю сейчас не только о руководителях, о высшем звене коллаборантов, там же их сотни и сотни на территориях, которые сотрудничают с Россией, он решает задачу успокоения для них. Мол, я Путин приехал, я ли эти территории не отдам, не оставлю, но спрашивать его никто не будет, давайте так скажем. То есть вот он решает несколько задач. И плюс, конечно же, повторение того, что делает Зеленский, потому что даже на пропагандистских шоу, я слышал, задают вопросы, не ведущие, конечно, а эксперты, которые там находятся, они задают вопрос, когда Зеленский, помните, в Херсон приехал, кто-то из них задавал, а наш президент где? Ну то есть прорывается это, может, не во всеуслышание они все могут это сказать, но это прорывается. Поэтому, конечно, косплей, благо есть двойники и для дальних, как говорится, командировок по России, и для оккупированных территорий. Да, и получается, не снимешь его, да, говоря на таком сленге военном, вдруг все равно двойника убьешь, да, поэтому. Хотя вот многие говорят, как он не боится, как он не боится, все-таки оккупированные территории, все-таки достает наша техника военная туда. Ну да. Но как бы смысл двойника-то убивать. Хотя если убить двойника, мы же, по-моему, с Михаилом Шейтельмином об этом говорили, то тогда это будет безысходность для Путина. Как бы. Дело в том, Тау, что даже здесь и для двойника есть свой собственный страх, то есть они же снимают заранее. Но вот этот визит, мы же все видели тот фрагмент, когда он спрашивает «Скоро Пасха», да? На официальных каналах вот «Скоро» слово вырезали. И получается, что Путин за несколько дней то был. Я понимаю, почему они снимают за несколько дней до, потому что там десятки людей должны просмотреть материал, выявить, значит, где там вот разные ошибки, огрехи какие-то, оплошности. Ну вот даже для двойника все равно свои какие-то фейковые истории существуют. А если двойника грохнуть, вот я вспоминаю, простите за конспирологию, но тут важно, кто это говорил. Я вспоминаю слова Буданова, который наверняка больше нас с вами знает о двойниках Путина. И он говорит, а вы уверены в одном из интервью, что это тот самый Путин, который к власти в 99-м пришел? Ну, то есть, не знаю. То есть, возможно, тот, который уже в 99-м пришел покоиться себе с миром, а его продолжают, ну, как бы, да, разными двойниками? Ну, есть много моментов косвенных, которые там вкладываются в эту теорию. То есть, и Путин, который тогда хорошо знал немецкий язык, и потом, значит, странное расставание с супругой. Ну, в общем, много всего. Но давайте не уходить в конспирологию, давайте к аналитике возвращаться. Не, ну, в конспирологии тоже иногда интересно покопаться, и хочется поверить в то, что это существо все-таки когда-нибудь исчезнет с планеты Земля и перестанет топтать эту Землю. А по поводу визитов Путина. Он отменил свой визит в Турцию на открытие атомной электростанции, куда его приглашал Эрдоган, боясь все-таки, скорее всего, ордера на арест, который в Гааге ему выписали. Как это вообще скажется на предвыборная кампания Эрдогана? И я не помню, по-моему, Турция не ратифицировала римский статут или все-таки ратифицировала? Вот, поточните здесь, прокомментируйте эту историю, пожалуйста. Вот насчет ратификации вам не скажу. А по поводу отмены визита, это же не из-за этого ордера. Я думаю, что эта история как раз про страх. Потому что Путин, он же боится, что его могут фактически уничтожить на чужой территории. И это сейчас не про Турцию мы говорим. Мы говорим про пример, который он приводил уже, про пример Сулеймани, которого уничтожили на территории Ирака, это иранский высокопоставленный военный. И он же, я уже неоднократно этот пример приводил, он все время рефлексирует на эту тему. А вот зачем они Сулеймани убили? Ну, то есть это второй человек фактически в стране был, которого американцы по приказу Трампа с беспилотников на территории чужой страны, Ирака, когда он там приземлился, просто уничтожили ракетами. Поэтому, я думаю, Путин в данном случае, вот он опасается не ордера, а конкретно за свою безопасность. Плюс, ну давайте так, это будет любой визит Путина сейчас через согласование идет. А вы будете, как вы будете на ордер реагировать? Я уверен, что достаточное количество людей готовы выйти протестовать против того, что Путин приедет. Ну, поэтому очень много «но». И, в принципе, у Путина сейчас из поездок могут складываться только Иран, Китай, может быть, и то под вопросом. А все остальное – отбой. Даже Иран, он навряд ли сам полетит, потому что слишком небезопасно. Там большое расстояние, где с самолетом тоже многое может произойти. Прекрасно помним, как Иран сбил украинский самолет, и там потом долго разбирались, кто и почему. Поэтому Путин боится за собственную жизнь. Он никуда из страны в ближайшее время выезжать не собирается. Может быть, может быть, в страны ОДКБ, и то не во все. Потому что там же Демарши сплошные, Армения, он что творит? Да, учения запрещают ОДКБ, с НАТО будет учения вместе проводить. Поэтому у Путина сейчас выезд очень ограничен. С страны Африки тоже огромное расстояние, лететь, ну, сложно сказать. Каждый его визит происходит теперь через согласование. Меня там арестуют или нет? И это прекрасно, потому что так ведет себя преступник. Но преступник, к сожалению, который имеет пока еще право посещать некоторые страны. К сожалению. Кстати, почему активизировались, по-вашему, всякие переговорщики? Например, президент Бразилии, он предлагал Украине подарить Крым Российской Федерации. Правда, уже забрал свои слова обратно под давлением возмущенных. Потом Лавров, который тоже кричит, что Российская Федерация стремится закончить войну. Потом Макрон следом придумал мирный план, который предоставит Китай, по которому переговоры уже летом должны начаться. Как думаете, с чем связана такая вот переговорная истерика? Возможно, с контрнаступлением, столь анонсируемым в последнее время? Это все разные случаи. Ну, то есть разные факторы влияния на вот этих спикеров. То есть на Макрона фактор влияния простой. Это хитрый и опытный политик-дипломат Си Цзиньпин, который применил с Макроном один из базовых принципов разделяя и власть. То есть вот он разделяет. Ему удалось вбить клинья между Европой и Соединенными Штатами и выдавить из Макрона фразу, что, ну, может быть, там какое-то чрезмерное влияние Соединенных Штатов на Европу. То есть Си Цзиньпин прекрасно, вот он очень умело расставляет эти ловушки, зацепки, в которые Макрон неопытный попадается. Макрон вообще часто попадается в ловушки опытных политиков. Путина, кстати, я тоже опытным политиком называю, потому что ему удавалось долгое время манипулировать европейскими лидерами в том числе. И давать им там то правду, то ложь, то запугать, то наоборот. В общем, он умеет, как КГБшник, он это дело умеет. Поэтому Макрон попался. Президент Бразилии, понятно, под давлением, ну, есть переговоры довольно регулярные с Российской Федерацией. Это, знаете, президент Бразилии, это вот та же история, как Илон Маск. Это вот кто-то из российских лоббистов постоянно находится рядом, и Илон Маск периодически говорит, а давайте эту ошибку Хрущева, значит, как это исправим. Вот если бы у него спросили, кто Хрущев, какая ошибка, причем тут вода в Крыму, и что ты вообще несешь, он бы дальше, наверное, перестал бы. Но вот этот тезис, он у него в голове сформирован не им самим, а тем, кто рядом. Поэтому тесные контакты с Российской Федерацией, вот вам и то. Я помню, как Милаш Земан, бывший президент Чехии, тоже давайте, Украина, меняйте Крым на ресурсы. Помните, как он потом менял риторику, а после он вообще уже воинственно по отношению к России выражался. Поэтому, да, вот такие заявления, они имеют определенные последствия, к ним сразу пристальное внимание, и потом приходится извиняться. Это нужно как бы понимать всем. Кто там еще у нас? Значит, Бразилия, вы сказали. В Бразилии Лавров вспоминала, который тоже бесконечно призывает к переговорам. Лавров понял, что ордеры Международного уголовного суда замаячили для всех. Но Лавров, как говорится, животное подневольное. Поэтому Лавров где-то аккуратненько вплетает историю про переговоры, неплохо было бы сесть за стол. Но мы же прекрасно понимаем, что России нужны эти переговоры. Нужны для перегруппировки, для того, чтобы контрнаступление не состоялось. С Пригожиным, которого мы не упомянули. А давайте зафиксируемся, мы уже все цели достигли, все цели достигли, и будем, значит, закрепимся. С Пригожиным понятная история. Метит в политику, метит в 15% право радикального электората российского, которые раньше были путинские, а теперь стали имперцы, остались. Но Путин для них слишком мягок. Вот надо было жахнуть по Украине ядерным оружием, вот это было бы да. И Гиркин туда же, кстати. То есть вот это там целая группировка образуется на вот этих право радикалов. И Рогозин, кстати, простите, в задницу раненый, туда же. Туда же, в ту же ситуацию, да. Да, поэтому вот много спикеров выходит и говорит, давайте садиться за стол переговоров. Потому что им же Путин, им до сих пор не сказал, когда и на чем он остановится. И остановится ли вообще. Я буду воевать там, вот буду каждый год там, не знаю, мобилизацию делать. Мне вообще плевать на экономику, у меня есть бункер, я за границу не катаюсь. Сейчас вы со своими яхтами, детьми в британских школах или еще что-то, мне на вас как бы тоже плевать. Поэтому паника у олигархов. Им хотя бы нужно сказать, сколько им еще месяцев пересиживать в Дубаях. Вот им что нужно сказать. Мучатся, я бы сказала, в Дубаях. Да, мучатся в Дубаях. Кстати, по поводу мобилизации в России, а тут один московский военком, пожалуйста, что россияне, они, оказывается, не бегут в военкоматы почему-то. Так вот, может, этот мобилизационный ресурс преувеличен в Российской Федерации, о котором трубят во всеуслышание. Ну, они, конечно, обещают и по камерам искать, но зная, как в Российской Федерации все работает, как сильна там коррупция, может быть, все-таки не будет таких успехов даже благодаря электронным повесткам, которые узаконили. Как думаете? Ну, сам факт введения электронного реестра вот этих военнообязанных и электронных повесток, он говорит о том, что никто не бежит. То есть, когда закручиваются репрессивные гайки, когда принудительные меры вводятся дополнительно, это значит, что нужно людей с силой тащить. Никто не идет. Я думаю, что даже в волне мобилизации, которая была в прошлом году, в сентябре, там тоже не так прям добровольно люди шли. А что говорить про следующую волну, когда волна, она может быть условно добровольна, если хорошо платят, для России это определяющий фактор для мобилизованных, хорошо оснащают, одевают, обувают, и есть определенные цели и успехи. Просто сказать, полгода мы на фронте ничего сделать не можем, сбежали, кстати, после мобилизации россияне сбежали из Херсона, из Харьковской области. Полгода ничего сделать не можем, поэтому давай еще одну волну, чтобы что? Та волна не смогла ничего, первая профессиональная волна не смогла ничего. Вот третья с... Отловленными в метро по распознаванию лиц айтишниками или менеджерами, или кем-то еще, она что будет решать? Поэтому все больше вопросов. Поэтому закручивают гайки. Но, что касается мобилизационного резерва, слишком странно менялась цифра. То Шойгу говорил 23 миллиона, то говорил потом уже 34 миллиона. Хотя, на самом деле, пригодных из сентябрьской волны, вот кто по состоянию здоровья прошел, около 40%, меньше половины. Это вот тех было. Этих, кто посчитал, сколько точно россиян сбежало? Не после мобилизации объявления, а с начала войны. То есть там миллионы этих людей. Поэтому, да, отлавливать будут. Но это будет низкомотивированное пушечное мясо. Плохо экипированное. То есть какие задачи им будут решать? Разве что бросать их на просто удержание, как говорит Пригожин, того, что уже оккупировано. Но тогда это просто мишени в тире будут обстреливать издалека. И все, они даже врага в глаза не увидят. Да, вы знаете, меня все время удивляет. И в эфирах «Фридема» мы пытаемся выяснить у российских оппозиционных спикеров. Вот гайки прикручиваются. Уже, казалось бы, дальше некуда. Уже просто, действительно, пушечное мясо. Просто собирают насильно, да, и увозят на убой. А россияне молчат. Они боятся автозаков. Они боятся, ну, всего. Ну, боятся, да, и объясняют это тем, что нас уже запугали окончательно. Выйти мы не можем и так далее. Как думаете, вот они действительно ничего с этим не сделают? Вот будут их отцов, братьев, мужей забирать. И они будут кивать, бояться, сидеть порознь и так далее. И ничего не смогут с этим сделать. Ну, так и есть, да, скорее всего, да. Почему? Потому что из варианта выйти на улицы или сбежать, выбирают вариант сбежать. Но сбежать не все могут. Далеко не все. Да, и говорю, что границы уже потихоньку закрываются и не пропускают. Но это вот то, что говорят именно те, кто там находится. Во-первых, подавленная, жестко подавленная воля к сопротивлению. Показательные примеры, когда людей там избивают в полицейских участках, забивают до смерти. То есть это все специально, как говорится, выбрасывается на публичное обозрение. Ой, какие нехорошие полицейские, забили насмерть человека. То есть это же специально делается для того, чтобы запугать. Дальше бояться и дорожить своей жизнью могут те, у кого эта жизнь есть. Те, кто живет изо дня в день унылая, там, глубинка российская. Никакого беспросветная, простите, бухалова, наркотики, там, все что-то еще. А что им терять? Вот им, ну, надо так надо, пойду, мру там или здесь, там хоть деньги заплатят. Чудовищный факт был для меня, когда я узнал, что в глубинках российских, в определенных субъектах, на форумах люди обсуждают, женщины, а как выбрать наименее ценного участника, члена семьи, чтобы отправить его, вот кого вы там дам, дядю, брата, чтобы потом среди всех поделить вот эти гробовые деньги. Ну, то есть это бизнес, а вот сейчас, так как денег уже немного на это все, то будут насильно брать, будут отправлять, денег платить меньше. Это же показательно, уже потери не скрыть, поэтому здесь по косвенным признакам, например, отмена этого бессмертного полка по всей России произошла. Просто потому, что кто-то вдруг догадался за две недели до 9 мая, что, или там за три, да, что они же возьмут и портреты своих убитых оккупантов нацепят, как они делали это там в 15-м, в 16-м году, кто там на Донбассе у них погиб из россиян. Они же нацепят портреты, и это же будет море людей, и можно же будет посчитать, оказывается, в маленьком городке идут люди там с сотнями портретов, а вот они масштабы потерь. Поэтому срочно запретить бессмертный полк по всей России, там в Новосибирске, не знаю, там за Уралом, в Сибири, неважно, куда даже никакой беспилотник, да, везде запретить. Вот в чем дело-то. Да, логично. Кстати, знаете, что еще хотелось с вами обсудить? По поводу вагнеровцев и Судана. Возможно, вам известно, что там происходит, потому что есть информация, что вагнеровцы засветились в Судане, они помогают одной из сторон конфликта, там не могут Судан поделить между собой два генерала, и одного из них поддерживает российские спецслужбы, и через вагнеровцев, и они оружие получают, а те вагнеровцы вывозят золото, и что вот в Судане тоже маячит полномасштабная война, благодаря Российской Федерации опять-таки. Вообще это не секрет и не новость. То есть на Ближнем Востоке вагнеровцы – это такое, значит, арендуемое ЧВК, которое используют в том числе для решения бизнес-интересов, там для войны за нефтяные поля, для войны там за порты какие-то. В странах африканского континента там вообще вагнеровцев пригожен не просто именно вот как боевую силу сдает в аренду диктаторам или там тем, кто хочет сменить правительство. Он еще им дает в комплексе политтехнологов. То есть он там работает прям вот так комплексно. Там же они воюют, в том числе за добычу полезных ископаемых, редкоземельных металлов и так далее. То есть это вообще не секрет, что вот ЧВК-Вагнер так воюет. Единственное, конечно, не всегда удачно, потому что один раз они на Ближнем Востоке схлестнулись с США, с армейскими, да. И их просто там по разным оценкам до... Была битва за как раз те самые нефтяные поля. И там по разным оценкам до 500 человек просто чуть ли не на атомы распылили издалека. Они даже не успели понять, что и откуда прилетело. Поэтому вот... Ну да, Пригожин. И поэтому я уверен, что если у Пригожина тут не получится, как говорится, стать героем и пойти в политику, то его, ну, могут, конечно, ликвидировать, но, скорее всего, его отправят туда, на заработки, знаете, в Африку опять, иди, решая вопрос. Сейчас они в ЧАДе пытаются сменить правительство. Ну, то есть у них там полным кодом идёт. Вот куда бы, кстати, внимание, взор свой обратить, может быть, даже и крупным другим государством, потому что ЧВК прокачивается, разливается, и фактически частная армия воюет по всему миру и опыт получает. И никак её не... Её же всё, в принципе, и объявили как террористической организацией, или не совсем? Не совсем. То есть неплохо было бы объявить, но пока что-то там какие-то заминки есть на этот счёт. Неплохо было бы Россию, собственно, террористом государством, спонсором терроризма. Да, кем она и является, в принципе, по факту, видя, что она творит на украинской земле. Но как бы всё-таки мешкаются. Вот, может быть, всё-таки санкции... И вот санкции же против Росатома тоже не вводят. А в Чёрном море Российская Федерация заблокировала десятки кораблей с украинским продовольствием. Вот что это за жест, как не террористический акт, опять-таки, шантаж, очередные попытки этого шантажа перед наступлением. Вот как Запад, думаете, будет реагировать? Может быть, всё-таки применят санкции в ядерной сфере против Росатома? Ведь РФ, по большому счёту, не теряет от этого ничего. Ведёт себя, опять-таки, как гопник на детской площадке и всё. Я очень сомневаюсь, что против Росатома применят санкции. Сейчас объясню, почему. Росатом за последние годы, за последние лет 10, имел одно неоспоримое преимущество среди других компаний, которые занимаются и атомной энергетикой, и строительством атомных электростанций. Какое преимущество? Это российское государство приняло, что если даже проекты убыточны для Росатома, но они позволяют расширить влияние, в том числе в атомной энергетической сфере, то пусть Росатом реализует эти совместные проекты. То есть государство фактически датировало Росатом, чтобы он вот этими щупальцами лез там повсюду. В странах Восточной Европы на сегодняшний день 18 атомных электростанций, которые построили, либо советские и российские, и обслуживают дальше, как эти специалисты. Что Европа решила сейчас сделать? Как решила ударить по Росатому? Они будут вытеснять Росатом и Россию, в принципе, с рынка ядерного топлива. То есть вот пять стран из J7, из Большой Семёрки, пять стран решили взять курс на это. Потому что хитрость Росатома в чём заключается? Мы вам атомную электростанцию построим, или реактор будем обслуживать, топливо наше берёте. Значит, в цифрах, например, Франция получает 20% российского, ну фактически российского ядерного топлива. Да, это из Казахстана идёт, но в Казахстане добычу урана контролирует Росатом. В деньгах это примерно в год миллионов 200-250 Россия получает, и столько же Казахстан, но там Росатом. То есть это 500 миллионов, это приличная сумма. Плюс не это же главное. Главное, огромное количество проектов Росатома совместно. В Венгрии сейчас строят две атомные электростанции на кредитные российские деньги. То есть вот как Россия своё влияние расширяет. Говорит, Венгрия, денежки мы вам дадим, вы только построите у себя. И когда у Венгрии вот сейчас уже 50% атомной, ну короче, электроэнергии с атомных электростанций, всё, ты ничего уже сделать не можешь. А россияне их обслуживают, топливо туда поставляют, и если что, имеют на тебя такой же рычаг влияния. То есть рычаг влияния нефти, газ, это ещё не всё. Рычаг влияния атомного топлива и совместные проекты с Росатомом, вот это то, куда нужно стремиться их обнулять. Мы, в принципе, взяли курс сейчас. Поэтому никогда Венгрия не поддержит санкции против Росатома. Это почему Евросоюз их не вводит. Поэтому Болгария тоже не поддержит эти санкции. Вот поэтому они просто их и не вводят. А лучше решили на уровне Большой Семёрки другие механизмы применить, больше добывать урана, демпинговать ценами и так далее. То есть каким-то образом всё-таки борются против зарабатывания? Пытаются. Пытаются, да. Пытаются, да. Борис, спасибо вам большое за то, что уделили нам время. Конечно же, хотелось бы поговорить ещё с вами дальше. Тема есть, но, надеюсь, мы через какое-то время вновь с вами увидимся. Спасибо нашим зрителям, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, шерьте это видео. Ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Мы всегда их читаем. Ну и, конечно же, подписывайтесь на YouTube-канал Бориса Тизенгаузена. Ссылку на него вы найдёте у нас в описании. До новых встреч. Борис Тизенгаузен, Тала Калатай. Для вас программа «Аргумент». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова